Привет, друзья! Нараба! С вами Макс. И сегодня мы будем гулять по городу Турции, который называется Анталия. И, как всегда, учить русский, практиковать какие-то слова. Я хочу вам показать кусочек центра города и поговорить о русском языке в Турции. Давайте начинать. Итак, мы с вами идем к центру города Анталия. В этом видео я не буду касаться никаких исторических тем, никаких подробностей про Турцию. Я хочу просто погулять с вами, посмотреть на то, как выглядит Анталия. И просто насладиться прогулкой и ветром, который вдруг появился. Да, в городах у моря всегда дует ветер. Это такая характеристика города у моря. Ветер. Вот, посмотрите. Ветер. Я надеюсь, что ветер не помешает записывать аудио. И мы с вами, друзья, движемся к центру, к старому городу. К старому городу в Анталия. Если вы не знаете, где находится Анталия, то перед вами сейчас будет карта. Это побережье Средиземного моря. Средиземное море. И это очень туристическое место. Здесь огромное количество разных отелей. Невероятное количество отелей разного уровня. И вообще этот... все это побережье, это огромная туристическая зона. Огромная туристическая территория. Я скажу честно, я не большой фанат каких-то туристических мест. Особенно курортных мест. То есть таких мест, куда люди приезжают специально отдохнуть, покупаться на море и так далее. Я не фанат. Но я оказался здесь. И этот город мне понравился. Дело в том, что это не просто маленький курортный город. А это достаточно большой город, который находится на море. Но в то же время он не абсолютно курортный. Да? Не такой... не супер туристический город. И это очень приятно. Потому что, ну, здесь есть парки. Здесь есть всякие культурные объекты, музеи, кинотеатры. Все, что нужно для не только туризма, а просто для жизни. Вот посмотрите, сейчас здесь вы можете увидеть торговый центр Марк Анталия. Это огромный, огромный торгово-развлекательный центр или торгово-развлекательный комплекс или просто ТЦ, где можно купить все, абсолютно все, что угодно. Сейчас нужно перейти улицу. И, конечно, в Турции переходить улицу это дело непростое. Потому что вот этот южный или азиатский стиль вождения, он накладывает свой отпечаток. Поэтому если вы не родились и не выросли в Турции, то адаптироваться к стилю вождения такому будет сложно. Потому что все бибикают, все подрезают друг друга, едут очень быстро, игнорируют пешеходные переходы. Ну, это как бы... это стандарт. Это стандарт для многих стран, где я был. Почему-то это характерно для юга. В России тоже на юге вождение гораздо более безумное, чем, например, на севере. Хотя на севере тоже оно не самое приятное. Сейчас мы подойдем к одной улице, которая пешеходная. Вот, пешеходная улица. Я вчера здесь был. Такая, ну, довольно интересная, приятная для прогулок пешеходная улица, где немного шума. Где немного шума. Видите, здесь есть рельсы. Здесь также ездят трамваи. Большой достаточно город. Это чувствуется, чувствуется, что город большой. И очень красиво мы с вами придем, когда на море, то... О, здесь продают зажигалки. Прикиньте, целый... целый лоток с зажигалками. Вау! Интересно. Никогда не видел, чтобы продавали только зажигалки. Вообще, много таких есть нюансов, когда ты путешествуешь. Ты замечаешь разные нюансы, разные вещи, которые могут быть нехарактерны для твоей страны, для твоего места. И это классно! Это помогает тебе по-другому посмотреть на мир, на людей. Лучше понять других людей. Вот. О, отлично. Отлично. Так, полицейский... Ух ты, это что? Это трамвай такой? Ничего себе! Блин, какой прикольный трамвай! Зацените! О-хо! Антрей! Вот это прикольно! Вот это прикольно! Очень симпатичный трамвай. Очень современно выглядит. Здесь, конечно же, разные турецкие блюда национальные. Очень прикольно. Очень вкусно все. Что я могу сказать про турецкую еду? Это то, что она очень-очень вкусная, мясная и недорогая. Абсолютно недорого. Я только что приехал из Сербии. И я могу сказать, что еда здесь дешевле. Еда здесь стоит дешевле, чем в Сербии. И точно дешевле, чем в России. Вот это пешеходная улица. Здесь что-то продают. Я даже не знаю, что это интересно. Сложно сказать. Я не понял, что это было. Много людей. Конечно, много всяких магазинов. Причем, я думаю, что это турецкие магазины. Турция вообще страна, которая очень много производит разных товаров. Ну, по крайней мере, в России очень известен и очень популярен текстиль. Текстильные материалы. Ну, то есть все, что касается одежды. По-другому можно сказать, что Турция делает одежду. Производит много разной одежды, обуви. И не только, конечно. Конечно, не только. Так. Ой, смотрите! Обалдеть, какая штука! О-хо! Это такой мопед. И у него здесь место для груза. Или нет, для пассажира. Либо пассажир, либо груз сюда можно вместить. Друзья, вы когда-нибудь видели такую штуку? Я никогда не видел. Обалдеть! Очень прикольно. Вообще здесь, как и в Китае, очень много электрических мопедов. Видимо, климат позволяет ездить здесь на скутерах, наверное, круглый год. Ну, или почти круглый год. И в зависимости от места. И, конечно, очень-очень-очень много здесь скутеров, мотоциклов, электроскутеров и так далее. Очень много. Ну, вот о чём я говорил. Турция — это страна одежды, обуви, торговли, конечно же. Но не только! Конечно, не только. Огромное культурное наследие. О, кстати, давайте посмотрим, какие здесь есть часы. Так. Ну, это не совсем мой стиль. Но, тем не менее. Здравствуйте! Очень приветливые люди. Очень приветливые люди. Между Россией и Турцией всегда были какие-то отношения. Эти страны Российская империя и Османская империя много раз воевали. Но также были и, сказать, были и контакты другого характера. Например, я помню, что турки на берегу Черного моря, когда эта территория стала принадлежать Российской империи. Они приезжали туда, ловили там дельфинов. Вот. В общем, были контакты, конечно, между русскими и турками. И сейчас эти контакты продолжаются, потому что каждый год огромное количество русских туристов едут на турецкие курорты, едут отдыхать в Турцию. Вы можете посмотреть здесь. Очень многие надписи дублированы на русском языке. Вот, например, парикмахер. Да, если мы пойдем дальше куда-то, то мы сможем увидеть другие надписи на русском языке. Здесь их очень много. Потому что очень много туристов. Почему русские любят приезжать в Турцию? Во-первых, это недалеко. Во-вторых, в Турции отличный сервис. В отелях, в ресторанах, везде. Прям реально, Турция молодцы. Они... 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 они просто все делают классно в плане сервиса. Поэтому это получается недорого. Например, отдыхать в Турции, скорее всего, будет дешевле, чем отдыхать на юге России. Но при этом... ну или, по крайней мере, столько же. Но в Турции за эти деньги ты получишь лучшую еду, лучший отель, лучший сервис и так далее. Поэтому даже сейчас, если мы с вами посмотрим на людей, то я уверен, что здесь вот так можно будет вот видеть русских. И когда ты идешь, то слышишь русскую речь. Вчера мы сидели в ресторане, и официант начал с нами разговаривать по-русски. Он знал русский немного. И мы заказали все на русском, сделали все на русском. Было очень прикольно. То есть, турки такие очень гостеприимные. С удовольствием переходят на русский, если они его знают. В общем, классно. Вот. А мы с вами подошли к границе. К границе двух частей города. Вот. Сейчас вы видите впереди дорогу. После этой дороги, там дальше, начинается... Начинается старый город. Вот видите, здесь стены. Вернее, башни. Башни это, видимо, часть стены. Скорее всего, вот здесь вот так вот шла стена крепостная. И внутри этой стены был как раз город или крепость. Друзья, не буду вам врать. Потому что, ну, моя задача показать, как все выглядит. И сподвигнуть вас на поездку в Турцию. Потому что это вкусно, красиво, интересно. Очень много культурных достопримечательностей. И возможность, между прочим, попрактиковать русский язык. Потому что здесь вы точно встретите русских туристов. В любое время года. И летом, и зимой. Зимой очень многие едут в Турцию на зимовку. Потому что здесь... Здесь редко бывает минусовая температура. И зима очень мягкая. Поэтому зима комфортная. Много солнца, моря. И, конечно, все гораздо дешевле зимой, чем летом. Сейчас отели стоят очень дорого. Все стоит очень дорого. Но зимой понятно, что людей будет меньше. И будет меньше... Будет меньше... Будут... Будет дешевле. Какие классные шапки. Вот это прям мне нравится. Вообще какая... Какие замечательные. Это что-то типа рафатки. Вообще класс. Надо будет примерить. Вот. А здесь пошли сладости. Турецкие сладости. Господи, как же это все вкусно, друзья. А вот это наборы для кофе. Вот сюда наливается кофе. И сверху закрывается такой крышечкой. Безумно красиво. И безумно вкусно. Но очень-очень сладко. Сколько очков. Очки, часы. Так. Ну ладно. Пойдемте дальше. Мы внутри старого города. Сейчас здесь все в основном заточено под туристов. То есть, все сделано так, чтобы туристы смогли здесь прогуляться и потратить свои деньги. Ну то есть, здесь магазины. Видите, сувениры везде продаются. Много очень ресторанов. Ковры. Всякие разные ковры красивые. Да, и здесь снова ковры. Посмотрите, сколько ковров. Во, даже есть такой ковер. Что это, ковер из медвежьей шкуры? Да, здесь рынок. Рестораны, видимо, с другой стороны, на другой улице. Ой, посмотрите. А вот здесь специи. Оооо, специи, специи. Так, это я вижу чай. Это... Господи, кардамболин. Что ж такое? Корица. Корица, конечно. Корица и разные другие специи и чаи. Травы. Снова турецкие сладости. Блин, я не пробовал вот это все. Я пробовал что-то из этого, но, конечно, не все. Ну, пойдемте дальше. Я надеюсь, что мы сможем дойти с вами до порта и посмотреть на порт. Потому что порт здесь обалденный. Обалденный порт и обалденный вид на порт. Просто обалденный. Очень красивый. Вот. Еще одна большая любовь. Это турецкие лампы. Посмотрите. Если я не ошибаюсь, то вот эти лампы все сделаны из этого овоща или фрукта. Не знаю, как он называется. Что-то типа тыквы. Тыквы. Из такой тыквы делают и музыкальные инструменты, делают и вот такие красивые лампы. Посмотрите, какое произведение искусства. Вау! И вот там сидит мастер и делает эти лампы. Очень-очень-очень красиво. Очень красиво. А еще мне очень нравятся вот такие лампы. Я даже с удовольствием купил бы себе такую лампу, но у меня нет места, чтобы ее взять. Но они выглядят нереально круто. Просто нереально круто. 22 евро. А это 17 евро. Эх, как бы я хотел купить такую лампу. Еще я очень хочу кофейный набор. Это просто бомба. Эти кофейные наборы. Посмотрите, разные. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Здесь тоже кальяны. Не знаю, как вы относитесь к кальянам, но здесь есть такие маленькие кальянчики, которые можно покурить. Ну, я, честно говоря, не фанат кальяна. А вот здесь разные... разные... разный табак для кальяна. Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела? Хороший? Да, спасибо! Спасибо вам! Вот, видите? Прикольно! Я, конечно, стараюсь всегда говорить и благодарить по-турецки, говорить «тешекюрлар» и так далее. Но сейчас хочется послушать, как турки говорят по-русски. Поэтому я говорю с ними по-русски. Ну, большинство людей, конечно, здесь так или иначе, больше или меньше. Именно в туристической вот этой зоне они могут говорить на русском. Ну, как бы на каком-то базовом уровне. Это... 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 это понятно. Потому что очень много туристов из России. Так, теперь нам нужно найти, где место... Ага, я, кажется, понял, где... где порт. Вот, нам нужно идти вот туда. Смотрите, здесь есть табличка. Вот здесь ступени. Сейчас поднимемся по ступеням наверх. Но вначале можно умыться. Умыться. Сегодня очень-очень жарко. Очень жарко. А здесь еще рядом море. И поэтому... поэтому очень влажно. Из-за этой влажности ты постоянно потеешь. То есть ты постоянно мокрый. Фух! Очень жарко. Так, снова разная турецкая еда. Снова сувениры. И вот, посмотрите, какие старые... старые крепостные стены. Вот оно, да. Безумно красиво. Но сейчас я вам покажу главное. Главный вид. Тот вид, который меня вчера просто покорил. 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 Очаровал. Потому что это вид на море, на горы и на корабли. Просто что может быть красивее? Что может быть красивее? Да. Так. О! Посмотрите, друзья, на этот вид. Посмотрите на эту красоту. Это просто бомба. Это просто бомба. Просто бомба. Вот там порт. Видите, такая бухта. Это порт. И оттуда корабли идут. Вон корабль, смотрите, идет. Корабли идут в разные стороны. Мы говорим иногда. Корабли плывут. Матросы используют слово идут. Это такой жаргон. Корабли идут. Корабли плывут. Вот. Горы. Пальмы. Видите, везде пальмы. И скалы. Такие отвесные скалы. Просто потрясающе. Этот вид просто завораживает. Очень красиво. Такого, конечно, в России ты нигде не увидишь. Ничего похожего. Вот. Кусок стены. Здесь еще растут банановые деревья. А вот тут, кстати, инжир. Целые заросли инжира. Это, наверное, акации. А вот там что-то похоже на магнолию. Ага. А здесь еще и сосна. В общем, вся растительность, которую только можно придумать. Все есть здесь. Очень красиво, друзья. Очень красиво. О, давайте-ка посмотрим в ту сторону. Божечки-кошечки. Посмотрите, какие минареты. Раз минарет, два минарет. Видимо, это две мечети. А вон там еще и третья мечеть. Интересно, найдем мы еще одну мечеть или нет? Раз, два, три. Я вижу три мечети. Кто-то видит еще одну мечеть? Нет, пока не видно. Очень красиво. Жаль, что у меня нет времени, чтобы прогуляться везде. Эх, как всегда, времени слишком мало, чтобы сделать все, что хочется. Поэтому всегда приходится выбирать, что делать, а что не делать. Так, а здесь какие-то цитрусы. И я почти уверен, что это маленькие мандарины. Маленькие мандарины. Мандарины растут в России только-только на самом юге. на границе с Абхазией. Там растут мандарины. Это единственное место, где они растут и где они могут созреть. Что ж, друзья, вот такая у нас... такая у нас прогулка. Я надеюсь, что вам понравилось. Здравствуйте! Вот такая у нас вышла прогулка. И я вам очень рекомендую съездить в Турцию. Потому что, во-первых, как я уже говорил, очень красиво, очень много культурных, каких-то исторических достопримечательностей. Можно сделать все вообще. И покупаться, и позагорать, сходить в горы, и посмотреть на архитектуру. Посмотреть на пальмы. Если в вашей стране нет пальм, то, наверное, вам понравится. Ну и самое главное, русский язык, да, друзья? Здесь можно найти языкового партнера и пообщаться на русском языке. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео, друзья! Приезжайте в Турцию! Пока!